Это как два сорта яблок, каждый хорош по-своему, со своими особенностями. Оба сорта, арабика и робуста, могут быть в разном ценовом и качественном сегменте. Задача мастера сделать идеальный вкусовой бленд, смесь или рецепт, который будет нравиться потребителю. Именно это и есть наша задача, как кофейного эксперта. Арабика и робуста дают разные вкусовые характеристики напитку и отличаются по цене. Различия между арабикой и робустой в зерне очень незаметны и во вкусе, и во внешнем виде. В робусте по сравнению с арабикой почти в два раза больше кофеина, аминокислот и хлорогеновый кислот. Кислоты придают вкусу робусты вяжущую ноту. В арабике на 60% больше различных масел. Многие ароматические вещества, образующиеся в процессе обжарки, растворяются в маслах, выступают на поверхности зерен. У арабики сладкий и мягкий вкус и аромат с нотками фруктов и карамелизированного сахара. Робуста придает напитку больше горчинки и плотность тела напитка. Арабика придает больше аромат и кислотных ноток. Себестоимость кофе достаточно высока, потому что этот вид кофе менее урожаен и менее защищен от вредителей. Слово робуста переводится как «сильный», поскольку этот вид кофе растет в таких условиях, в которых арабика прижиться не может. На высоте от 0 до 600 метров над уровнем моря, тогда как арабика растет от 600 до 2500 метров над уровнем моря. Некоторые виды дикорастущей робусты достигают высоты от 2 до 10 метров. Листья у робусты больше, чем у арабики. Цветы белорозовые. Плоды робусты созревают в 10-12 месяцев. Диаметр плода больше, чем у арабики, на 0,5-0,7 сантиметров. Качество робусты по оценке дегустаторов ниже, чем у арабики. Но у робусты есть и преимущества. Этот вид дает больше урожай и является более устойчивым к заболеваниям. Редактор субтитров А.Семкин